МТС Украина МТС Украина выиграла вторую трижелицензию и должна заплатить за нее 2 миллиарда 715 миллионов гривен. Готова ли сеть оператора к запуску новой технологии? И когда это произойдет, беседуем с директором по корпоративному управлению и контролю МТС Украина Олегом Прожевальским. Возможности, Олег Петрович, хочу вас поздравить с приобретением, хотя бы уже каким-то процессом, что запущен процесс и когда будет лицензия, тоже интересно узнать, насколько быстро. Ну и учитывая, что МТС выиграл, так называемый, во второй лот, то есть дает ли это какие-то преимущества? Ну, по моим оценкам, мы можем получить лицензию через 2-3 месяца, потому что дается 2 месяца Министерству обороны и нам заключить договора и перечислить им деньги за конверсию. Как только это будет выполнено, значит, мы будем иметь право получить сам документ. Сможет ли Министерство обороны уложиться в эти 2 месяца, я пока не могу сказать. Всегда с ними было до сих пор непросто. Посмотрим. Ну, в первую очередь, из-за этого было торможение такое. То есть, ну вот, сначала вы должны заключить договора, там, оплатить им сумму за конверсию, и после этого они должны за 2-3 месяца, и после этого уже может быть какой-то, ну, лицензия, да, и запущен процесс. Ну, смотрите, мы, конечно, запускаем процессы уже параллельно. Мы понимаем, что рано или поздно мы все же лицензию получим, потому что наши внутренние процессы, которые нам надо сделать для построения сети, требуют тоже достаточно много времени. Мы не могли объявить тендер на поставщика оборудования до того, как мы не поняли, что мы все-таки лицензию имели. Сейчас мы запустили эти тендерные процедуры. На тендерные процедуры уйдет, ну, какой-то месяц, может быть, тоже два при подборе поставщика. Мы же объявляем конкурс, вывешиваем на сайте, что такс, мы приглашаем потенциальных поставщиков, потом проводим с ними определенные процедурные вопросы. В конечном итоге кто-то победит. С момента того, как он победит, мы подписываем с ним договор, поставщику надо три месяца на производство необходимого оборудования. То есть он не имеет его готового на складе. Он его будет изготавливать специально для нас. Его, как правило, обычно берут три месяца. После поставки этого оборудования к нам, вот это три, плюс два, грубо говоря, это пять месяцев, надо делать инсталляцию. Это оборудование здесь. Ну и затем тестирование, запуск этого оборудования. То есть в лучшем случае эта услуга может появиться через шесть месяцев, но мы так ожидаем, что где-то в сентябрю мы сможем запустить реально услугу 3G на нашей сети. Параллельно, как я говорил, это должна идти процесс оплаты за лицензию, деньги немалые, процесс заключения договора с военными и оплаты за конверсию. Как только мы получим лицензию, с этого момента мы сможем подавать заявки на получение разрешения на эксплуатацию базовой станции. Это тоже два месяца потребует. То есть вот параллельно эти два процесса примерно придут одновременно и завершатся где-то к августу месяц. И вот реальный срок, с учетом того, что я назвал, мы ожидаем это в сентябре. А не готовы ли уже частично хотя бы оборудование, поскольку уже, я так понимаю, что лет 10 выпускаются базовые станции, поддерживают все стандарты? Реально, чтобы предоставлять услугу, надо поставить ни одну, ни две, ни три базовых станции. Понятно, что какую-то одну станцию мы можем поставить и что-то там пробовать на услуги предоставлять на основе одной базовой станции нельзя. Это будет неправильно, вы можете там, допустим, где-то в одном месте, там на Крещатике покрыть, но одной базовой станции для того, чтобы реально предоставлять, этого мало. Потому что абоненты начнут уже пробовать что-то там. То есть надо сделать, реализовать проект, целый проект, покрыть город, и тогда можно запускать эту услугу. Хорошо, тогда какие-то... Ты говоришь о том, что уже 10 лет выпускается оборудование, и то оборудование, которое 10 лет выпускалось, оно уже устаревшее. Сейчас некоторые компании, которые использовали или запускались 10 лет тому назад, перед ними сейчас стоит задача модернизации этой же сетей. То есть они своё старое оборудование, и сейчас меняют на новое. Поэтому речь идёт как-то о другом. Нет, такая дело в том, что всё время же, каждый год, там, операторы отчитываются, что потрачено столько-то на модернизацию. То есть всё время же модернизация проходила на протяжении этих 10 лет. Понятно, что не было лицензии, но оборудование-то готовилось. Ну, нет, но... Но готовится 10 лет, а может готовиться к режиму? Нет, не 10, а на протяжении этих 10 лет. Это не факт, что оборудование, которое там, допустим, было поставлено 5 лет назад, готово к эксплуатации и предоставлению услуг 3G. Нет. Вот ту реконструкцию, которую мы сделали буквально 2 года назад, да, уже, как бы, мы поставили оборудование 3G-реди, так называемое, то есть готовое к запуску этого. Но, тем не менее, всё равно, даже в этом оборудовании, которое готово к запуску 3G, надо окончательно ставить ещё дополнительные антенны, дополнительное оборудование, дополнительные коммутаторы, которые смогут работать, вот как уже услуга третьего поколения. Понимаете, это целый комплекс очень серьёзных работ. Это не всё так просто. Закалится, вот поставил базовую станцию, нет. Базовую станцию, само собой, кабели, волоконно-оптические, которые способны пропускать огромные скорости, потому что это же будет совершенно другой объём информации передаваться. Уже радиолейки там не пойдут, которые, к сожалению, не такие высотоскоростные. Это надо, то есть, вот первичную сеть к этому подготовить. И надо, значит, ну как бы, сердцевину, саму коммуникационную часть, биллинговую часть. Очень серьёзные изменения на сети. Очень серьёзные. Ну, это понятно. Ну, с другой стороны, магистральные же сети, в основном, уже готовы. Не фа, не фа. Не фа. Вот Киевстар, насколько мне известно, он готовился раньше, но сейчас ему придётся опять освежать это всё. Мы находимся в таком положении, когда мы сейчас можем приобрести самые последние релизы оборудования, мы получим самую высокую скорость, которую возможно получить в этом третьем поколении и так далее. Поэтому какое-то есть даже преимущество, что вот, ну, один положительный момент от того, что мы так поздно не даем приезжаем услугу. А есть ли ещё какие-то преимущества по сравнению с конкурентами в МТС-старте? Ну, одно преимущество, то, что мы получили, по нашим оценкам, самые лучшие лот, самые лучшие частоты, они находятся в середине вот этого диапазона, потому что крайние лоты, они немножечко подвержены помехам со стороны соседних технологий, которые там работают. Мы же находимся в середине, так как и Тремок, вот у Кателекомовских операторов мобильного, они тоже в середине находятся, и мы в середине. А первый и третий лот, они крайние. Первый лот там менее подвержен таким помехам, потому что со стороны вот того оператора, который работает рядом с первым лотом, там есть защитная полоса, 5 мгл. А вот со стороны третьего лота там защитной полосы нет, как таковой. Она есть, но она куда выше идет, а вот рядом нет. Поэтому там придется ставить и оператору, который работает по соседству, и оператору, который выиграл этот третий лот, дополнительные подавляющие фильтры. Может быть, не повсеместно, не везде там, где, но там, где это будет влияние какое-то, взаимные помехи, это придется ставить. Мы имеем такую же проблему на сегодняшний день с некоторыми операторами технологии CDMA, которые работают в 800-м диапазоне, и они на 900-й диапазон, где у нас базовые станции влияют, идут взаимные влияния, и мы вынуждены туда вот ставить дополнительный фильтр. Вот с этой проблемой те, кто имеет крайние лоты, они столкнутся. В первом лоте не будет влияния при наличии соседней защитной полосы, такого большого, но тем не менее, не исключено, что где-то какие-то гармоники тоже там могут как-то. Это уже покажет практика. Поэтому мы очень довольны, что мы выиграли второй. По нашим оценкам, это реально самый лучший лот. Ну вот, а как мы дальше, то есть надо, ну понятно, что он развивающийся режим, но и проводить там рефарминг, там, как это, принцип нейтральности внедрять. Сейчас тут, вы же не против этого выступаете. Нет. То есть для внедрения, например, для улучшения работы в существующих диапазонах, и там для внедрения уже следующих новых поколений. Ну, смотрите, мы считаем так, что сейчас нам надо развернуть сеть 3G. Мы часть трафика, который, голосовой трафик, находится в сети G2 на частотах 1800, перебросим в сеть G3. Таким образом, у нас освободится часть частотного ресурса 1800, где мы уже можем на этих же частотах внедрять четвертое поколение LTE. Как быстро это произойдет? Ну, мы планы имеем очень агрессивные. Мы собираемся, если нам ничего не помешает в стране, потому что, к сожалению, сейчас экономика находится в глубоком кризисе. Каждый месяц мы получаем какие-то сюрпризы по налогам. Вот буквально вчера нам уже сказали, что на весь импорт, который мы будем ввозить сюда, а оборудование импортное, еще добавится 10% налог. Вот эти 10%, они в какой-то степени повлияют на нашу покупательную способность. То есть мы меньше вынуждены будем ввозить оборудование на ту сумму, которую мы выплатим еще дополнительно налоги. Что может быть придумано еще впереди, никто спрогнозировать не может. Но каждый месяц какие-то у нас дополнительные сюрпризы появляются. Поэтому говорить сейчас очень точно, как что произойдет, очень сложно. Мы ожидаем, что будут большие проблемы все же с конверсией. Если в условиях, которые заложены нам, как оператору, в условиях этого конкурса, мы должны за 18 месяцев покрыть все областные центры, то практически мы этого сделать не сможем. Уже видно это с позиции сегодняшнего дня. Потому что конверсию военной обещают провести в течение четырех лет. На сегодняшний день доступны только три больших города, которые можно покрывать. Это Киев, Одесса, Львов. Все остальные там, допустим, Харьков, Запорожье, Днепропетровск. Там покрывать нельзя. Потому что сначала там должна быть поведена конверсия. И как скоро она будет сделана, трудно сказать. Мы деньги отдадим, и военные. Вот есть слухи, что вроде бы за два года сделают. Но даже если за два года, все равно мы не сможем покрыть. Потому что нам дано 18 месяцев, полтора года. То есть здесь выйдет проблема. Как там КРС будет смотреть, но по крайней мере это не по нашей вине больше мы не успеем там покрыть. Мы считаем, что конверсию надо делать в первую очередь в этих крупных городах, в том же Харькове, там, Запорожье, Днепропетровске. Там надо сделать конверсию с тем, чтобы можно было предоставлять там такие услуги. Ну, а принципиально Вы уже решили, как бы, с коллегами по рынку, коллегами, конкурентами, то есть, что и, может быть, с представителями национальной комиссии о том, что там дальше рефармы проводятся и вводится, но должен реализован быть принцип технологической нейтральности. Ну, во-первых, мы поддерживаем введение технологической нейтральности, потому что, как я сказал, это следующий шаг, и мы готовы его делать, и мы заинтересованы в том, чтобы провести рефарминг с операторами. Мы ведем с ними переговоры. Мало того, есть рабочая группа при Министерстве экономики, которая нарабатывает нормативную базу, и она будет инициировать ее принятие. И одним из тоже пунктов предусмотрено и проведение вот этого рефарминга с точки зрения уже, может быть, каких-то законов, которые будут наработаны. Но, в принципе, я не вижу необходимости принятия этих законов. Это все можно сделать добровольно, договорившись с операторами по обмену этих частот. На всяком случае, мы с основным нашим конкурентом Кио Старом имеем уже определенную договоренность о том, что как только закончится конкурс на Ж3, мы садимся и начинаем договариваться рефарминг, и так его проводить и так далее. Мы заинтересованы в внедрении юридических базы или оснований для вот этого рефарма. Потому что условий для проведения рефарминга на сегодняшний день, не рефарминга, а вообще внедрения ЛТЕ или 4-го ПК, на сегодняшний день нет. Или так называемая технологическая нейтральность и так далее. Тут очень много надо решить вопросов. Очень много. Начиная от внесения изменений в план использования радиочастоты, и заканчивая тем, что надо подправлять законодательство, потому что законодательство не предусмотрит такого порядка, чтобы мы могли выбирать ту технологию, которую сами хотим. Здесь сейчас должна быть проведена научно-исследовательская работа, которая поможет нашим госструктурам и регуляторам четко выработать вот эти вот процедуры и правила игры. Потому что, допустим, кто-то захочет внедрить технологическую, ну, вот ЛТЕ, значит, используя технологическую нейтральность в зоне 1800, а кто-то еще будет работать по старинке G2, там, будет иметь. Вот как они должны совместно существовать. Могут быть взаимные помехи и так далее. То есть тут много есть проблем, которые, я считаю, можно решить в течение года, и это предусмотрено, то, что вот в течение года эти все проблемы будут разрешены, и будут созданы условия для вот такой технологической нейтральности, и дальше каждый оператор уже волен делать то, что он считает нужным в пределах вот этих норм, которые будут разработаны. Ну да. А в случае запуска уже новых технологий, 3G, там, и дальше, МТЕ, планируете что-то делать с CDMA-сетью? У ПКШ, конечно, необходимости нет, потому что это мобильный трафик, и... Мы ее сейчас просто не развиваем, мы ее эксплуатируем как есть, мы вложили деньги, и она будет существовать. Дальше жизнь покажет, как мы ее будем использовать. По крайней мере, сейчас есть сеть, есть клиенты, есть потребители. Со временем мы будем думать, что делать с этой сетью. Но сейчас еще об этом говорить рад. Ну понятно. А вот при запуске новых сетей, ну, модернизации их, как вот повлияет это на абонентов, ну, понятно, что будут предложены новые услуги, а вырастут ли тарифы? Будет ли там дифференциация на пользователей, там, мобильного 2G, интернета, 3G интернета? Ну, вы понимаете, тарифы обязательно вырастут. Это услуга с новым качеством, это услуга, которая требует от нас больших затрат. Даже если говорить о стоимости лицензии, которую мы сейчас оплачиваем, это же тоже ложится на наши затраты, и, соответственно, как-то эти затраты должны окупаться. Поэтому однозначно будут тарифы выше. Насколько выше, сказать очень сложно, потому что это будет зависеть от, ну, рынок конкурентный, от того, как себя поведут и наши конкуренты и так далее. Если мы задерем тарифы очень большие, а наши конкуренты дадут маленькие, понятно, что наша услуга не будет востребована. Ну, конкуренция отрегулирует уровень тарифа и так далее. Но каждый оператор должен получить возврат тех затрат, которые он понятен. В противном случае это не бизнес, это да, боготворительность. Это тогда надо к Виктории обращаться, и она там будет кому-то помогать. А мы ведем бизнес. Бизнес предусматривает, что оператор должен быть прибыл. Ну, вчера оператор Кефтар там назывался, сейчас связь в Украине мобильная дешевле уже, чем в Бангадеш. У нас действительно цены... С падением курса. Цены самые низкие на сегодняшний день на рынке. Является результатом все же очень жесткой конкуренции. Каждый оператор пытается занять лидерство там на рынке и так далее. Это является результатом того, что слишком поздно у нас внедряется третье поколение. Если бы это было, скажем, лет пять назад, выносили бы пять лет назад поднимать уже эти цены для того, чтобы развивать сети, как-то доходить до их окупаемости. Но так как сети уже у нас были построены, то, значит, это позволило нам держать такие низкие цены. В будущем однозначно цены будут пересмотрены. Хорошо. Какие планируется, в первую очередь, запустить услуги? Уже на 3G-сети. Я сейчас вам, наверное, не отвечу на этот вопрос, потому что мы только получили право использовать лицензию. У нас в компании создана проектная команда, которая имеет различные там группы, подгруппы, направления. Есть команда маркетинга, которая определяет, что она будет делать, по каким ценам, какие услуги и так далее. В любом случае, я думаю, что высокая скорость, широкополосность дает, в первую очередь, хороший интернет. Я думаю, что, в первую очередь, это видеосвязь, это различные кинофильмы, которые можно смотреть уже с помощью этой технологии. Я считаю, что вот эти вот высокие скорости, они создадут большие возможности для внедрения любых услуг. На таких скоростях, я думаю, что можно предоставлять все, что вы захотите. Вы можете индивидуально смотреть фильм, только для себя заказать, потому что 42 мегабита – это высокая скорость. Мы не гарантируем, что это будет точно 42 мегабита. К сожалению, технология мобильной связи, она имеет маленький такой недостаток. Чем больше пользователей выходит на связь в районе одной базы станции, с этим скоростью падает. Но, по крайней мере, 20 мегабит, я считаю, что такая скорость будет. Это вполне достаточное для того, чтобы предоставлять любые услуги себе. Это уже сейчас можно выйти на такие уровни, да? То есть, это используют H-SPA? Ну да. Вот последний релиз, мы его будем использовать именно такую технологию. Он дает право, ну скажем, если вы один, там, 42 мегабита максимум получить, но там какое-то время, когда пользуется немало, вы так и будете эту скорость получить. Ну, когда их побольше, ну, она может упасть там раза в два. Но при этом надо больше там настроить базовых станций, потому что уменьшишь покрытие. Ну, понимаете, мы также и будем отслеживать. Если там в каком-то месте будет очень много пользователей, ну, я не знаю, там где-то студенты живут, какие-то общежития и так далее, естественно, мы там будем наращивать. Мы сначала покроем там одну базовую станцию, посмотрим, какой там трафик. Мы не можем его спрогнозировать, где сколько пользователей будет. Но когда мы увидим, что вот тут пользователей много, и скорости, конечно, тогда падают, мы там будем доставлять. Вот это наша будет работа на ближайшие несколько лет. Оставляйте лайки, комментарии, подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе новостей мобильной связи, смотреть видео-обзоры новых смартфонов и планшетов.